Только она будет стоить не 100 тысяч рублей, не 40 тысяч рублей, не 10 тысяч рублей. Не все помню, что происходило. Вот, как бы у меня голова в порядке. На самом деле, да, могу сказать, что здесь, конечно, была такая подоплека, что Локомотив Зенит, там, Файни Фрэнс Мюзик Холл. Справа от меня сидит Кирилл Крюков. Только что с Алексеем Лакоста Мартыновым они закатили настоящую бойню. Но я думаю, что на этом турнире это был, как минимум, лучший бой. А может быть, там, лучший бой месяца, а возможно, же иконы. Дайте, пожалуйста, нам бонус. Ребята, которые сидят рядом с нами, уже придумали кучу смешных начал для этого интервью. Там про то, что видел ли Кирилл себя в зеркало. Вот. Но стоит отметить, что вы можете меня посчитать не объективным. Я топил за Лакоста, потому что вместе с ним очень давно знакомы. Мы с Петербурга вместе и дружим. Да. Но в любом случае хочется как раз-таки добавить объективности, взять интервью не только у него, еще и у тебя. Расскажи. За компанию. Да. Не за компанию, просто хочется, чтобы было объективно. Когда у вас в конце бой закончился, ты очень хорошо себя показал, а Костя тоже очень хорошо показал. Когда еще рефери не объявлял победителя, какие у тебя были мысли, ты победил или нет? У меня мысли были то, что я победил. Я однозначно знал то, что я забрал первые два раунда. Но третий раунд, объективно сказать, забрал Леха, потому что в третьем раунде я далеко не все помню, что происходило. У меня голова в порядке, но по объективным причинам, которые мне сейчас уже рассказали, третий раунд понятно, почему я не помню. Потому что меня болтануло очень хорошо. И, соответственно, Леха больше доминировал. Ничего не буду говорить. Леха настоящий воин. Мы абсолютно достойны друг друга. Бой был равным, поэтому никаких лишних оценок давать не буду. Здесь действительно бой, в котором победителя может быть и нет. Равный бой предполагает над собой реванш. Я спросил этот вопрос у Лакоста. Он сказал, что он согласен за хороший гонорар. Что ты на это скажешь? Я тоже согласен. Если организация Fight Nights или какая-то другая предложит нам хорошие условия, то я думаю, это можно будет устроить. Это будет очень хорошая битва. Только она будет стоить не 100 тысяч рублей, не 40 тысяч рублей, не 10 тысяч рублей и так далее. Она должна стоить больше, потому что такие бои любят зрители. Если вы хотите видеть такие бои, платите достойные деньги. Я считаю, должно быть так. Я считаю, любая организация, которая хочет видеть действительно хорошие бои, она должна платить хорошие деньги, потому что есть такие бойцы, как Деджи. Есть такие бойцы, подобные ему. Да, может быть, они где-то не победители. Да, может быть, они не дерутся за чемпионские пояса, но они устраивают настоящий шоу. Люди любят их, люди любят это смотреть. Есть очень много хороших бойцов, которые действительно, они достаточно чемпионы, они техничные, но они показывают незрелищные бои. Люди любят что? Кровь и зрелище. И если какая-то организация готова нам заплатить хорошие деньги, мы с удовольствием устроим повтор. Хочется пару слов услышать о твоей поддержке. Поддержка была действительно крутая. Как я понимаю, у вас в противостоянии не только было двух бойцов, но еще и двух околофутбольщиков. Лакост за банду шведа дрался, дрался за Мюзик-Ол в свое время. Ты дерешься, дрался за Локомотив, да? Да. Было что-то принципиальное в этом противостоянии? Что, я не знаю. Нет, на самом деле, да, могу сказать, что здесь, конечно, была такая подоплека, что Локомотив Зенит, там, Файни Фрэнс Мюзик Холл и так далее. Но я думаю, что больше здесь было противостояние двух спортсменов, потому что мы уже действительно спортсмены, которые представляют свои команды, свои клубы, уже именно там свое имя. И я думаю, что это действительно был очень хороший бой, такого опытного льва против молодого и рующегося вперед. И действительно, битва вышла на славу. Потому что, как я уже сказал в клетке, то, что я за Лехой слежу с начала занятий спортом с 2011 года. Я стрел турнир М1, как он выходил, действительно дрался до самого конца. И для меня была честь разделись с ним в клетку. Настоящий мужчина, настоящий воин. Честь драться с такими парнями. И очень важный вопрос, который ждут многие наши подписчики, многие наши зрители. Что случилось с твоей рукой и про эту ситуацию вообще? Опиши, мы подошли к рефери, спросили, что случилось. Он сказал, что ему показалось, что у тебя что-то с рукой. Он позвал врача, и врач сказал, что он может продолжать. Как это из твоих глаз выглядело? Ну, я не знаю, какая-то суета с рукой случилась, что-то произошло с ней. Она вылетела или что? Ну, не совсем понятно. Я толком не знаю, как бы. Ну, походу, может быть, может быть. Но я, как бы, потом уже два раунда ей не рисковал работать. Потому что думал, что может произойти что-то подобное. Потому что для меня это было, как снег на голову. Потому что раз дерусь, дерусь, раз здесь что-то с рукой происходит. И я решил не рисковать, все же довести бой на одной руке. И я, в принципе, сделал это. И напоследок, я думаю, что твои болельщики достойны какой-то благодарности, да, наверное? И, может быть, тебе тоже хочется сказать кому-то еще какие-то слова спасибо. Я предоставляю тебе эту возможность. Да, я хочу сказать всем людям, которые меня поддерживают, которые были сегодня здесь, которые были у экранов телевизоров, всем людям, которые сопровождают меня в карьере, всей моей команде, моему тренеру Александру Сергеевичу Анарову и всем-всем-всем людям, которые стоят за мной, которые помогают мне. Я стал около полугода назад профессионалом. Стал полностью даваться тренировкам только полугода назад. Тренировки – это моя работа, бои – это моя работа в том числе. И, соответственно, я иду только вперед благодаря всем этим людям. Спасибо вам большое. Ребята, следите за Кириллом Крюковым в Инстаграме, подписывайтесь на новый Инстаграм «Вестник ММА». Смотрите «Вестник ММА», конечно же, смотрите ММА, потому что бои должны быть вот такие. Скидывайте деньги еще там всегда на микрофон, на самом деле. Как не зайду, постоянно это же сумма. Пацаны, что такое? Плохо? Плохо. Да, ребят. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Удачи!